Советские граждане стойко принимали трудности и лишения автомобильной жизни и в массе своей даже не помышляли о чем-то возвышенном и стремительном. А ведь относительно быстрая техника у нас водилась, и интерес к ней присутствовал почти всегда. Однажды мы непременно расскажем о линейных соревнованиях и зарождении кольца, воздадим дань уважения инженерам и гонщикам, которые творили историю вопреки скудным техническим ресурсам. Сегодня же вспомним некоторые интересные и очень разноплановые проекты спортивно-гоночных машин довоенной и послевоенной эпохи. Автоспорт СССР начал зарождаться в 30-е годы прошлого столетия. В числе первых ласточек был гоночный болид ГАЗ Аспорт Ленинградца Антона Гиреля. Энтузиаст построил спорткар в 1937 году, на тот момент ему исполнилось 57 лет. Агрегат, форсированный с 50 до 55 лошадиных сил, вкупе с другими доработками позволил автору проекта дважды улучшить всесоюзный рекорд скорости на километровой дистанции. Летом 1937 года ему удалось показать 127,66 километров в час. В основу машины лег ГАЗ, с которого сняли все лишнее. Обратите внимание на радиаторную решетку от более позднего ГАЗа М1, которая по замыслу улучшала аэродинамику. Гирель позаимствовал трехлитровый четырехцилиндровый двигатель Уэмки и модифицировал его, установил второй карбюратор и прямоточный выпускной тракт, а также увеличил степень сжатия. Ответом на ГАЗ Аспорт стал более изощренный ГАЗ М1 Спорт молодого конструктора Григория Клещева, земляка Гиреля. Созданный им автомобиль отличался рамой, удлиненной на 30 сантиметров и пониженной на 9 сантиметров, а также модифицированным кузовом для достижения лучшей обтекаемости. Двигатель получил второй карбюратор, хлапаны увеличенного на 5 миллиметров диаметра, модифицированный впускной и выпускной тракт, усовершенствованное зажигание, а также имел увеличенную степень сжатия. С отдачей в 65 лошадиных сил, другим передаточным отношением главной пары и более узкими колесами ГАЗ М1 Спорт в сентябре 1938 года развил 143 километра в час. Центральный автомотоклуб спорта не остался в стороне от погони за национальным рекордом скорости и выставил против самодельных болидов свою лодочку с колесами. То был коктейль из модифицированного шасси модели А, 60-сильного доработанного двигателя от МК и других ее компонентов. ГАЗ от автомотоклуба авторства конструктора Владимира Цейпулина выглядел эстетично и представлял собой небанальную самоделку, но попытку спроектировать действительно серьезный спортивный автомобиль. Увы, в сентябре 1937 пилотировавший его испытатель танков Виктор Кульчицкий смог выжить на Житомирском шоссе в Киеве лишь 131 километр в час, ехать быстрее не позволили технические проблемы, исправить которые Цейпулин не смог. Перед вами болид ГЛ-1, построенный в 1938 году на ГАЗе под началом инженера Евгения Агитова для установления национальных рекордов скорости. На фоне перечисленных выше автомобилей он выглядит более гармоничным с инженерной и стилистической точки зрения произведением. В основу одного из первых заводских болидов СССР, чье название расшифровывается как гоночная Либгарта в честь главного конструктора предприятия Андрея Либгарта, легло шасси ГАЗ М1. Двигатель объемом 3,3 литра был форсирован с 50 до 65 лошадиных сил. Осенью 1938 ГЛ-1 выжил 143 километра в час. В 1940 году ГЛ-1 прошел модернизацию. За более обтекаемой радиаторной решеткой скрывалась рядная шестерка ГАЗ-11, форсированная с 76 до 110 лошадиных сил. Пилот видел дорогу через узкую бойницу в колпаке кабины и фактически не имел бокового обзора. На колесах появились аэродинамические колпаки-заглушки. Более мощная итерация лучше находила взаимопонимание с воздушными потоками и превосходила по скорости предшественника, что неудивительно. Заводской испытатель ГАЗа Аркадий Николаев, показывавший серьезные результаты на первоначальной версии, 22 сентября 1940 года разогнал машину до 161 километра в час. Имя ГАЗ-М1 вызывает неизменные ассоциации, черный строгий седан, из которого выходит представитель НКВД с ледяным взглядом и каменным лицом. На самом же деле советская МК существовала в многочисленных модификациях, включая эффектное купе. Двухдверка, известная как ГАЗ-М2, была выпущена в единственном экземпляре. Жаль, в наши дни версия с фордовским двигателем V8 определенно была бы популярной среди реставраторов и коллекционеров, да и для постройки хот-родов определенно сгодилась бы. Были в СССР и стримлайнеры, причем интереснейшие, в их числе Победа Спорт, она же Победа СГ-1, рожденная в 1950 году. Серебряная пуля, лишь отдаленно напоминающая серийного тезку, стала первым послевоенным советским автомобилем и первой отечественной машиной с механическим нагнетателем. Первая итерация вооружалась двигателем от ГАЗ-М20 Победа мощностью 75 лошадиных сил, достигнутой благодаря увеличенному до 2,5 литра объема и двум карбюраторам. Годом позже появилась 105-сильная компрессорная версия, которая развивала 191 км в час, всего было построено три Супер Победы. Еще больше впечатлял ГАЗ-Торпеда. Этот автомобиль не случайно напоминал летающую тарелку с выпущенным шасси, создавший его авиационный инженер Алексей Смолин активно использовал технологические секреты небесных машин. Главной особенностью стал алюминиевый максимально аэродинамичный кузов поверх пространственной рамы. Компрессорные двигатели трехступенчатую коробку передач позаимствовали у Победы Спорт, которая была тяжелее торпеда на 100 килограммов. На чемпионат СССР снаряд заявился вне зачета, но показал рекордные средние 166 км в час на дистанции в 300 км и впечатляющие для того времени прохождение километра со стартом с места за 33 секунды. Другим автомобилем Смолина, в котором отчетливо читался авторский почерк, стал чудовищный ГАЗ-ТР «Стрела» 1954 года, рекордный болид, который был в большей степени самолетом, нежели автомобилем. Позади пилота располагался турбореактивный двигатель ВК-1 от истребителя МИГ-17 и теоретически позволял развить около 700 км в час, невероятная машина имела независимую подвеску от ГАЗ-12, а также специальные шины, способные противостоять колоссальным нагрузкам. Во время испытаний в 1954-м на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома произошла авария. К счастью, никто не погиб, но работы над проектом, как и ходовые испытания были прекращены. Помните знаменитый диалог Жеглова и Соловьева из «Место встречи изменить нельзя», в котором упоминается выигранный в лотерею ЗИС-101. А ведь это мог быть уникальный ЗИС-спорт 1939 года, он же ЗИС-101 Аспорт, если бы его произвели не в единственном экземпляре. Кабриолет родился по инициативе группы молодых инженеров. Взяв за основу модель ЗИС-101, они повысили мощность рядной восьмерки со 110 до 138 л.с., модифицировали подвеску и облачили шасси в элегантный кузов. На испытаниях, проходивших на Минском шоссе в 1940 году, великолепный автомобиль продемонстрировал 164 км в час, пределом возможностей его создатели видели расчетные 180 км в час. В 50-е годы за океаном буйным цветом расцвел аэрокосмический стиль. Советским ответом на него стал грубоватый оригинальный ЗИС-112 951 года, напоминавший торпеду на колесах и волей-неволей, вызывавший ассоциации с концепт-каром Бью и Клэс Абра. Огромное экспериментальное купе с рядной восьмеркой мощностью 162 силы унаследовало у серийного ЗИС-110 такие компоненты, как переднюю пружинную и заднюю рессорную подвеску, тормозные механизмы и рулевое управление. На километровой дистанции крейсер со стартом с места развивал 188 км в час. Пять лет спустя купе претерпело значительные метаморфозы. Первоначальный вариант показал себя в гонках очень уж громоздким, поэтому колесную базу, равную 3760 мм, укоротили на целых 600 мм, а кузов превратили в Родстер. Энерговооруженность ракеты на колесах заметно улучшилась, разработчики сделали автомобиль легче, не забыв форсировать двигатель до 196 л.с. Максимальная скорость финальной версии превышала 200 км в час. Одним из самых поразительных советских спорткаров был Родстер ЗИЛ-112 со стеклопластиковым кузовом поверх пространственной силовой структуры. Первая версия 1961 года была вооружена 6-литровым двигателем V8 ЗИЛ-111 мощностью 240 л.с., модифицированной передней подвеской и рулевым управлением от ГАЗ-21 «Волга», а также собственной задней полузависимой подвеской типа «Додион». Основу составляла пространственная силовая структура. Особенностью второй машины, рожденной в 1962-м, стали оригинальные дисковые тормоза на передней оси. Боевые ЗИЛы выступали вместе с формульными болидами с открытыми колесами. В связи с изменениями технического регламента в 1964-м оба спорткара перешли на восьмерки мощностью 200 л.с. от ГАЗ-13 «Чайка», а годом позже — моторы ЗИЛ-114, развивающие около 270 л.с. Один такой гоночный ЗИЛ стал победителем отечественной формулы 5. Интересные гоночные машины были и у столичного АЗЛКа, заслуживающие отдельного материала как минимум в свете того, что к некоторым из них приложил руку легендарный инженер и журналист Лев Михайлович Шугуров. Болид с открытыми колесами и алюминиевым кузовом был оснащен экспериментальной 1-литровой верхнеклапанной четверкой с четырьмя мотоциклетными карбюраторами, развивающей около 75 л.с. В его послужном списке всесоюзный рекорд скорости на дистанции в 50 км в классе машин с двигателями объемом до 1100 кубических сантиметров, 191 км в час. Спасибо за просмотр этого видео, надеемся вам было так же интересно как и нам окунуться в этот потрясающий мир автомобильного машиностроения. Поставьте лайк и подпишитесь на этот канал.